Добрый вечер! До 30-го листопада все полигоны твердых бытовых отходов повинны быть приведены у належный стан. А пошние выходные листопады у Беларуси объявлены днями скидок. А зараз об этим иншим больше подробязно. Сегодня у Гомеля распрощались мероприемства, присвеченные дню вызволения города немецко-фашистских захопников. 73 годы тому войске Беларусского фронта прорвали оборону противника. Гомель являлся буйным узлом коммуникации и важным опорным пунктом обороны немецкой армии. Битва за город, за какой началось вызволение краины, подвиг червоной армии и усягу народу. Об наибольшезначных падеях сегодняшнего дня расскажет Дмитрий Котов. У истории Гомеля шмат памятных дат, однако гэтый день особливый. Гомельчане приносят кветки до братских могил и монументов. Одна из самых массовых урашистостей на аллее героев. Представников у сих поколений собрал урашистый митинг, где смелость и отвага, там перемога. Военный час был тяжким выпробованием для Гомеля. Больше как два годы город знаходился у оккупации. Загинуло свыше 100 тысяч жихоров, инфраструктура была разборана на 80%. Але дух народа не отрымалось озламить. Берахши память об героях повинен кожны, особливо гэта тычится подрастающего поколения. Хотелось бы мне им пожелать, чтобы они всегда помнили о том, что если бы мы не победили, вряд ли бы они существовали вообще. Я думаю, что молодым нужно не только хорошо учиться, приобрести хорошую специальность, но и работать с полной отдачей на благо нашей страны, на благо нашей Родины. Молодь города с подзякой и теплом относится до ветеранов. Гэта башна по фотосдымках на специальной выставе, якая размещана у фойе Палаца Шигуношников. До дня вызволения областного центра городская организация БРСМ инициявала проект «Нам завещанный память и слава». Нашей организацией был презентован этот замечательный коллаж, который включил в себя более 400 фотографий, запечатляющих моменты встречи, общения наших активистов, молодежи Гомеля с уважаемыми ветеранами Великой Отечественной войны. У расистых концерт проходит у Палаца культуры Шигуношников. Что год организаторы имкнутся провести программу в новом формате, заробить ее тековой и запоминальной. У концертной зале собрались ветераны, керавництва в области города, представники громадских организаций и молодь. Удельники узгадывают сторонки военной истории и отдают Данину Паваге неверогодному подвигу, який дозволил нам жить и працовать под мирным небом у квитнеющим городе над Сожем. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У день вызволения города для гомельчан и гостей областного центра будет представлена реконструкция одного из эпизодов боевой операции у листопаде 1943 года. Початок реконструкции, ака отбудется у районе Болотовских озер, призначена на 12 годин. Усяго в мероприемстве приймыть уделка лястат шалавек. Громадянское насильнество сыграют члены Белорусского и Республиканского союза молоди. А военными, як советскими, так и немецкой армией, будуть представники клубов историчных реконструкций с Гомеля, Минска, Гродно-Могилева и Санкт-Петербурга. При этом будет заденежена техника часов Великой Айчинной войны, как с приватных коллекций, так и фондов областного музея военной славы. Для дачи убачить эпизод наступления Червоной Армии у районе Гомеля. Мы сейчас реконструируем одну из советских механизированных колонн, которая подъезжает к перекрестку, где еще немцы узловому перекрестку, через который отходят немецкие части. И Красная Армия пытается сходу, пока немцы дезориентированы, отступлением взять и захватить данный ключевой перекресток, который находится у нас под Гомелем в ноябре 1943 года. До 73-й годовины вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников промерковали показ военной драмы «28 панфиловцев». Эта история про подвиг советских солдат, которые в 1941 году ценой своего життя спынили атаку немецких танков, что прорывались до Москвы. Одным из первых премьеру наведали наши корреспонденты. Премьера военной драмы «28 панфиловцев» по особливому шаканной глядачами. Это народное кино про народный подвиг. Наибольшь видовищно и оригинально организовать премьеру вырошили у Гомельским кинотеатры «Мир». Тут удельники военно-историчного клубного объединения «Гонормундира» и мотоклуба «Штрафбат» организовали томатичную выставу реконструкцию. Тут усе жадающие могли убачить, как проходили фронтовые будни солдата, так само познаемницы с оправданными узорами сброи, техники и амуниции часов 1941 года, якие выкорыстовывались при обороне Москвы. Перед показом премьерного фильма у Глядацкой зале присутным были пропонованы вокальные номеры и версии про трагичные падеи военного лихолетия. У самой картине «28 панфиловцев» представлены военные дени 316-й стрелковой дивизии, якая находилась под командованием генерала Панфилова. Его бойцы трымали оборону для разъезда Дубасекова и в листопаде 1941 года ценой своего життя спынили атаку немецких танков. Этот фильм должен взывать нас к памяти, быть благодарным тем, кто отдал жизнь за то, что мы живем сейчас в такое прекрасное время. Что тякаво, сбор сродков на фильм спачатку ажыцявлялся с допамогой краундфандинга, инакш кажучим народного финансовання. Сабравши больше 30 миллионов рублев, и он стал одним из наибольшу далых проектов такого формата у российским кинематографе. Створальники картины вышли целком сконцентровать сюжет на подвигу советских солдат без оттягивания на другарадные линии. Гэта саправдное кино про саправдных героев своё и родимы. Вероника Вараширина, Максим Савин, Михаил Рабко, Утеля, Радио, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. На сессии Гомельского областного совета депутатов сегодня затверждены новые областные программы, реализация оких различна на период до 2020 года. Усяго до конца этого года плануется принять 16 таких документов, які отыщатся розных сфер житядейности региона. Чекаемая протяглость життя до 2020 года – 74,5 годы. На один год больше, чем зараз. За этот период рост народжальности больше к на 2% и снижение дитяшей смиротности на 3. Гэта основные параметры, які закладены у новым региональным комплексе мероприемства по реализации державной программы «Здоровье народа» и «Демографичная безпека». Сярод мер по досягненні запланованного набытью нового сучасного обсталявания, информатизация глины, профилактичная работа. Пытание удосконаливания деянности школы, дошкольных установ, патрымка приемных семьев и формирование молодежного патриотизма. Сярод приоритету программы развития адукации. Павысить якость життя, закликаны так само за оттвердженные мероприемства у сферы социальной политики. В вопросах реорганизации и автоматизации производств, конечно, это сегодня содействие занятости. Для того, чтобы напряженность на рынке труда снимать, вести переподготовку людей, значит, вот это вопросы, которые... Ну и охрана труда. Взгодно с протоколом дорушения у старшиних Омельска-Хаблова-Канкама до 30-го листопада усе полигоны твердых бытовых отходов повинны быть приведены у належный стан. Некоторые из них необходно рекультивовать и передать на баланс сельско-господарших предприемствов. Остатние будут эксплуатываться у строгой отповедности с прородоховным законодавством. Олег Сентяров потекавился ходом выканания этого доручения. Напыльно, это можно назвать платой за цивилизацию. Сегодня в Беларуси что год утворяется около 3 миллионов тонн бытовых отходов. Сегодня территория, на которой находится только сметя, складает 3,5 тысячи гектаров. Еще несколько месяцев тому же Харай-Вески высокая Кармянского района усе бытовые смети вывозили на ближайший мини-полигон. Иншая справа, что участка Весковцев поводила себе тут как минимум не по господарску. Приведенные смети могли выкинуть непосредственно на уходе, те у вогули-побыч. Увы, никуда трапить на полигон часто было просто немогчимо. И еще одна проблема – живелы. У пошуках ежи нередкими наведывальниками на полигоне были, як хатние коты с собаками, таки дикие волки с лисицами. Зараз мини-полигона больше нема, а вывозом смети займается мясовая жилево-коммунальная господарка, якая заключила с Жихарами отповедные договоры. Некто нова увядень не витая, кажа, что это навод больше сручно. Однако есть и такие, кто снова поводит себе невельми сумленно, хавая смети по ближайших канавах и лесопосадках. Безактивной тумачальной работы сирот-вескоусу не обыстись. Объясняли, конечно, что можно вывозить, что нельзя, что где-то можно из чего-то сделать компост, что-то сдать на макулатуру. Но сейчас люди воспринимают уже это адекватно. По словам работников жилево-коммунальной господарки, обслугованию мини-полигонов бытовых отходов обыгодится зусим нетанным, тем больше, что некоторые из их были створены с порушениями природооховного законодавства, а раздельный сбор смети тут увогли немогчимы. По этой причине основная частка мини-полигонов зараз закрывается, отходы вывозятся на больше присосованные полигоны, а земля после рекультивации передается сельско-господаршим предприемцам и у лесный фонд. До речи, за невыконание протоколов доручений к керевникам жилево-коммунальных господарок, погрожая покарання, уключаючи вызволение займаемой посады. Полигон твердых бытовых отходов у Сапрыки у Чачевском районе вырешили захавать, але так само привели у належный стан, навык усталявали систему вида назирання. Цяпер привезти сюды забороненные будовничные материалы, цей рыжки древ территично можно, але на практицах это завершится немаленькими штрафами. У природооховных службах кажуть, что процесс наведения парадку находится на постоянном контроле, а информация об усих выявленных порушениях осуществляется поэтапный контроль за выполнением. вот этот полигон сравнительно недавно находился в неприглядном, несоответствующем требовании законодательства в состоянии. Сейчас, как мы наблюдаем, он приведен в то состояние, в котором должен быть. Отходы подбуртованы, сделана отсыпка, подсыпка отхода, установлены все необходимые познавательные знаки для мини-полигона, режим его работы, в том числе даже установлены фотоловушки для пресечения нарушений законодательства. Олег Сентюров, Ягвен Макеенко, телерадокомпания Гомель. Гандлёвые центры Гомеля объявили сегодняшнюю пятницу черной. Покупникам пропоновали нехорошовые товары со скидками от 15%. У некоторых крамах цены снизились больше, как на полову. Кожная гандлёвая кропка подошла до дня распродажа индивидуально. У одних зарабили скидки на некоторые группы товаров, у инших снизили цены на весь ассортимент. Распродажи протягнутся. А почные выходные листопада у Беларуси объявлены днями скидок. Министерство гандлю пропоновало продавцам снизить цены не меньше как на 15%. Скидки можно будет снасти как у приватных, так и у державных объектах гандлю. До компании долучился так само интернет-гандль. Лепши сувениры с региональными особливостями выберуть у Гомельской области. Сегодня распачался конкурс «Гомельский сувенир» организатор Гомельской отделения гандлево-промысловой палаты. Успамин так перекладается слово сувенир с французской мовы. Для этого первого чергу имиджевый продукт. И у многим от того, какие сувениры повезутся домой бизнес-партнеры альбо туристы, будет залежать их уражение в нашем регионе. Оригинальность, якость, высокий эстетичный и мастатский узровень. И самое головное мясцовый колорит и познавальность. Такие умовы стоят перед ромесниками и майстрами декоративно-прикладной творчести. Сувенирная продукция, та, которая может ассоциироваться с Гомельской областью, та, которая может представлять какие-то конкретные регионы Гомельской области, уникальные традиции, культурные ценности наши, она обязательно должна присутствовать, потому что мы проводим и выставки, и ярмарки, и почему мы так плотно работаем с ремесленниками. Нам хочется найти вот те изюминки, которые есть в Гомельской области и представлять их нашим партнерам. Об умовах проведения конкурса «Гомельский сувенир» можно доведаться на сайте гомельского отделения Годово-промысловой палаты. Выники подведут в Саковику наступного года. У Гомеля завершена реконструкция интернациональной улицы. Оценить изменения автомобилисты и пешеходы смогут уже завтра. Работы протягивались несколько месяцев. Теперь рух по одной из самых загруженных улиц областного центра повинен стать больше комфортным. Уся дорога от проспекта Ленина до Кузнешного путепровода будет шести полосной. Убраны один светлофор на скрыжевании с улицы Моисеенко. Зменения закранули и припыночные пункты. На интернациональной объеднали припынки транспорту в улице Гагарина и завод вымиральных приборов. Посадка и высадка пассажиров уже цевляется на новом припыночном пункте, в котором организованы колясь средней школы номер 19. Тут будет размешанный и подземный пешеходный переход. Старшиня областного обедания профсоюза Леонид Барабанов сегодня провел прием ветеранов профсоюзного руху. Удельниками состречи стали коля 20 человек. Працовный период большинства из них упал с непростыми историческими подеями, такими, как, например, Чарнобыльская катастрофа. Многие мают высокие узнагороды, ордены Ленина и ордены Пашаны. Не глядяши на узросты, они и зараз проявляют живую цикавость до громадского жития региона. Гости наведали музеи в областном доме профсоюзов, а досягнение сучасности оцианили на прикладе 1-ой Украины школы Олимпийского резерву по бильярдным спорте. Эй развитию надается великая увага. У доме профсоюзов обсталевали две новые бильярдные залы. Тут бесплатно занимаются дети. Дякуюча финансовой потребности областного обедания профсоюзов, и они смогли стать удельниками с поборинств, за ких вернулись чемпионами Европы и Свету. Финалом встречи стало посаджение, на яким присутные смогли обменяться думками и выказать свои пропоновы. Может быть будут интересные замечания, предложения, потому что люди такие неравнодушные, и они и это вызывает уважение. На этом выпуске завершенный. У студии працывал Евген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.